всем привет вы на канале наша жизнь не life is my life и сегодня в рубрике вопрос-ответ наша подписчица анна по спрашивает здравствуйте а вы свои апартаменты в рб или в америке нашли и как вы жилье искали ну вот сейчас и мы ответим на этот вопросик потому что может как бы постепенно подходим к тому что собирались сделать обзор нашей квартиры в которой мы живем и как раз вопрос в тему так мы сможем ответить как на ее искать ну кто смотрит внимательно наши воде он уже знает что у нас есть в америке друг который прожил больше 25 лет здесь и в общем мы прилетели не просто в аэропорт и остались один на один со своими вопросами задачами чемоданами проблемами и прочим он нас встретил он нам конечно очень во многом помог в том плане что ну водил нас как грубо говоря как котят слепых туда-сюда потому что и языка у нас было мало и вообще оказаться в чужой стране где ничего не знаешь конечно лучше всего если кто-то тебя куда-то ну подталкивает подсказывает куда тебе можно пойти с каким-то вопросом то есть как бы мы остались совсем не одни или не совсем один вот так вот еще до того как мы приехали в америку мы с ним созванивались и он нам посоветовал обратиться к его бывшей жене чтобы узнать насчет апартаментов в том билдинге в котором она работает менеджером потому что опять же как кто смотрел влог работа менеджера в билдинге то что там было я говорил что наш друг еще как-то по молодости занимался этим бизнесом вот ну и так получилось у него в жизни зато сейчас все хорошо у него любимая жена и все прекрасно и он счастлив да и мы за него рады но так получилось люди все взрослые бывают сходятся расходятся и его жена осталось управлять тем билдингом работать в том билдинге в котором последнее время не работали вместе но это не главное так вот он дал нам ее телефончик и предложил позвонить ей и уточнить если там место сможем ли мы там как-то зацепиться прицепиться и ориентировать апарт мы туда позвонили я даже не знаю сколько денег нам обошелся этот звонок но он его надо было сделать потому что это был какой-то шанс получить заранее жилье вот и в общем это был пустой звонок потому что ее дома не было мы попали на их общего сына я с ним поговорил ну давай подожди я тогда расскажу что я расскажу а ты скажешь что я я значит попал на ее сына в силу того что уже тогда мальчику было лет наверно 10 11 или даже больше нет она больше на 12 вот в общем ситуация такая что он уже можно сказать был англоговорящий русский язык он понимал 5050 даже больше на чем меньше по какому вопросу хотим даже вот правильно скажем так он нас больше понимал чем мог нам сказать да и в общем мамы получилось мы с мамой поговорить не был не смогли попросили передать что мы звонили и что потом ты говоришь я забыл оказывается был еще один звонок да и потом звонок после которого я рыдала часа наверно три четыре мне кажется так может быть чуть-чуть даже больше это вообще не потому что я тебя помню счастливы знаю вижу в общем какая ситуация мы же еще изначально хотели лететь и с собакой но речь к собаке подойдем постепенно в общем мы позвонили дозвонили все-таки поймали маму пока вы начали разговаривать с мамой и почему-то это женщина была изначально настроена не очень хорошо на общение с нами она сразу же начала говорить да вот да вы понимаете мы еще не успели скажем рот открыть сказать чего мы хотим она начал быть да вот вы понимаете здесь никто вам не даст типа с детьми жить в 1 бедруной квартире здесь нужно сколько у вас детей трое значит вам нужно как минимум 3 бедруную квартиру снимать и она была настолько агрессивно настроена к постсоветскому пространству да и переносила это на нас агрессию да да что прямо это было в общем она уже она прямо не хотела чтобы приехать да да как будто мы займем и уважены до после этого мы опять связались с нашим другом пересказали ему он сказал что ну типа чем смог тем помог и тут я выдаю что мы же это собака еще летим и в этот момент у нас так хоп и присаживать сейчас я рада что все сложилось так как сложилось он говорит нет гайд потому что это будут очень большие проблемы большие проблемы с поиском жилья потому что не в каждое жилье можно собачкой перелеты там все ног и у нас к перелету было все готово в серии нет паспорта все 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 документы переноски да ну и вот в тот момент я полночи прорыдала на утро начала рыдать бабушки в телефон что бабушка что делать я не знаю куда лялю девать в общем я рыдала до тех пор пока она не сказала все привози ну в общем сейчас я рада что так сложилось в общем ты рыдала за лялю они за эту женщину которая нас сказала нам куда я и поэтому нет нет я говорю что потом этот разговор перетек в разговор с другом и он объяснил что с собакой нет ну как бы это можно было бы но у нас дети гостиницу нам было бы сложно найти на первом этапе в общем он сказал что если вы хотите собаку то сначала по крайней мере устроитесь сами а потом а потом перетягиваете собака очень многие так привезет ее вам кто-то за деньги может кто летит возьмет и с собой ну в общем договорились бабушкой и сейчас я вижу что это было правильное решение потому что мы уехали бабуля скучает и она всю свою любовь переносит на нашу хотя бабуля бабуля не для бабули личный урок веду каждый день с ней по часу в том плане что раньше мы к ней ездили каждую неделю можно сказать да вот нам не трудно было сгонять ну да мы не можем попытки да в общем на этом попытке найти жилье закончились до многие конечно пишут что они ищут жилье с родины у некоторых даже там как-то получается договориться ну у нас такого опыта не было это наш опыт единственное что когда и мы читали сайт green card buy мы там читали такие но опыт других людей и что они снимают издалека удаленно жилье но опять же это было либо аэрбнб либо как-то снимали частным планом то есть не в апартаментах а частный дом у грубо говоря у хозяина возможно это немножко пораженную семью я не будущее название на грин карте их читали они выкрадывали короткие видеоролики кстати они собачкой летели у них какие-то друзья друзей уезжали на несколько месяцев через знакомых вы сняли этот дом эту ситуацию я помню хорошо но я думаю что однозначный мой ответ будет правильный на девяносто девять и девять процентов что нельзя удаленно снять себе апартаменты будем говорить из минска мы из минска летели подставляете кто хочет какой город в америке кто хочет в каком городе по одной и той простой причине что это это вообще очень доходит до абсурда до смешного до замкнутого круга для того чтобы снять апартаменты вам надо показать свою кредитную историю вам надо показать свой social security number свой social номер вам надо подать копии документов на рассмотрение менеджерами и управляющими этого апартамента заплатив небольшой афиг где-то порядка двадцати двадцати пяти долларов да также надо предоставить наверно документы с последнего места жительства ну наверно все там еще что-то спрашивать но это это главное и поэтому будучи в минске начнем social номер отсутствует кредитная история отсутствует даже по приезду в америку заплатить 20-25 долларов ну можно с какой-нибудь карточки кредитной гипотетически но все равно вы не можете предоставить никакие копии документов все равно как-то люди же снимают ну мы про свое можем сказать в общем не знаю как они снимают даже заполнить тоже заявление ну чтобы переслать его по факсу поэтому типа по электронке по какой-то ну факт что надо кредитная история вам услышал номер которого у вас нету который появится в лучшем случае через неделю это очень быстро если повезет все сложится хорошо потому что некоторые номера получают месяцами поэтому я думаю что это практически невозможно это утопия вот ну а теперь перейдем к тому как мы снимали сразу из аэропорта наш знакомый наш хороший друг он привез нас в гостиницу мы как-нибудь и подъедем покажем это небольшой большой отельчик по моему там было около 90 долларов в сутки да что такое да будем считать до 79 89 что-то вот такое да ну будем говорить 90 пускай чуть чуть больше чем меньше за лучше больше закладываете сотку однозначно у вас останется скажем так на питание на день в общем это была комната с двумя кроватями queen плюс там была микроволновка небольшой холодильник достаточно большой холодильник нормальный холодильник там был чайник чайник кофеварку не помню нет кофеварки не бро был только чайник и значит ну туалет большой коридор был там такой типа где мытьяжица можно стоять зеркалами там мы прожили наверно дней пять потом мы уехали в палом спрингс отдыхать вернулись оттуда заселились в этот же номер да и стали искать квартиру как мы стали искать квартиру давай я расскажу да потому что я в этом не участвовал потому что таскать как бы всю нашу компанию тогда сашеньке было год и 9 было тяжело и поэтому мы залипали на мультики с детьми а я за своим другом вышел и пошел и вот буквально сделав пару шагов от отеля мы зашли в первый апартмент в каждом апартменте есть менеджер как вы уже знаете живет он обычно там в первом номере или где-то рядом недалеко от входа да это всегда написано рядом написан их телефон вот и еще стоит такая табличка сдается в этом комплексе апартамент или нет что мы хотим добавить важное при поиске апартамента если вы с детьми становится очень важный вопрос какой рейтинг у школы и поэтому это очень важно либо смотреть на карте в специальном приложении либо но ходить в школу наверное это то что бесполезно это надо смотреть на карте наверное рейтинг школы сначала а потом еще можно посмотреть пойти школу в живую вот у нас этот вопрос немножко снялся и мы просто пошли так сказать тыкать в первый попавшийся билдинг почему потому что наш друг жил в этом районе как мы уже сказали до его сын сходил уже в элементарий и в middle school и он знал что нам рекомендовать он знал что у нас здесь он знал что нам надо и поэтому он был спокоен за этот район что наши дети попадают школу с хорошим рейтингом с хорошими учителями с хорошими преподавателями вот поэтому на этот момент обязательно надо обратить внимание при поиске жилья и я думаю на него сложно обратить внимание делая это удаленно и вот мы с моим другом вдвоем собрались и пошли в ближайшие апартаменты которые находились около нашего отеля вот один в одном апартаменте на тот момент он жил он знал своих менеджеров хорошо но к сожалению там не было свободного апартамента не студия а сингл она называется сингл это студия это когда все вместе в одной комнате кухня и ливинг и спальня одно пространство а сингл это когда малюсенькая кухня и но кухня все-таки отдельно получается она прям кухня отдельно а спальне нету то есть такой ливинг рум в котором вы ставите или кровать или диван уже а мы были готовы ютиться потому что но мы не знали еще на тот момент не о работе что у нас как будет складываться ничего не в общем это были первые дни жизни и мы готовы были въехать может быть потом с переездом или бла-бла-бла но для нас надо было важно выехать из отеля и въехать в какой-то жилье правильно вот но менеджер сказал что конечно я бы очень был рад но говорит не могу вот я думаю что если бы по моему он говорил тогда если бы одна бедрумная то можно было бы решать вопрос как-то но не не в такую вот и мы пошли дальше мы зашли в следующий апартамент следующий вернее билдинг вышел менеджер поговорили с ним не помнишь я рассказывал она по моему взяла от нас заявление или она предложила нам зайти на следующий день что-то чтобы уточнить в общем она спросила какие у нас есть документы конечно мы сказали никаких документов у нас нет единственное что у нас есть только залог за несколько месяцев вперед что в принципе приветствуется если у вас нет документов вот но тем не менее в общем история умалчивать не помню что там у нас получилось или нам предложили зайти с заполненным заявлением или что но тем не менее мы пошли дальше вот и наверное следующий уже апартамент следующий билдинг это был как раз тот в который мы вселились в котором мы живем сейчас мы зашли переговорили переговорили с менеджером вот это было ну менеджер и там семья мы говорили женщиной супругой женой вот она сказала что нам принести дала нам заявление и сказала приносите и будем рассматривать вот мы значит дома это заявление заполнили приложили сколько ты говоришь 25 долларов да значит что у нас спросили то что мы вам и говорили у нас спросили нашу кредитную историю мы сказали нет у нас спросили где мы работаем мы сказали нигде мы не работаем потому что только приехали у нас спросили справку с вместо предыдущего жилья у нас тоже его нет и в общем вот так ничего нет но она сказала хорошо давайте я передам в офис и вы получите через несколько дней там по моему два или три дня ответственность вот все вот так вот мы взяли это заявление дома его заполнили на следующий день занесли отдали и через я не помню там наверное через два или через три дня мы так и узнали что нам одобрили а перед после того как мы с ней поговорили еще до ухода нам показали что есть да вот такой-то апартамент нас подвели к дверям но нас не пустили по моему даже вовнутрь потому что он еще был закрыт там люди как бы должны были выехать или они не до выехали или что и в общем сказали что первого числа мы сможем вселиться но мы не стилились но мы не вселились первого числа да потому что люди там наверное задерживались не выехали вовремя потом еще сделали ремонт перед нашим въездом чтобы мы въехали во все чистое красиво вот и поэтому мы смогли въехать только 6 сентября вот собственно вот так вот мы и сняли наш апартамент в котором сейчас весело и дружно проживаем все это был небольшой ответ на ваш вопрос скоро выйдет влог про наш апартамент уже непосредственно вы увидите как он да выглядит что в нем есть чего в нем нет покажем наш building снаружи и снутри мы рады что вы задаете вопросы нам очень это приятно мы видим что вам интересно что мы можем на что-то ответить для тех кого это интересует это удобная форма общения вы были на канале нашей жизни в америке не лайфь и смайлай до встречи бай-бай 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 Продолжение следует...